Меня зовут Лободина Валентина, и я дизайнер интерьера. И сейчас я хочу рассказать немного о себе, о своей работе и показать, какой результат вы можете получить в финале нашего сотрудничества. Первый этап, наверное, самый основной, это встреча с клиентом первая, где мы встречаемся, какие есть пожелания у клиента, какие у них цели, задачи. Я рассказываю о своей работе, показываю, какой может быть дизайн-проект в финале. И если у нас вкусы, желания, потребности, все совпадает, мы готовы к сотрудничеству, мы начинаем работу. Сам дизайн-проект состоит из четырех этапов. Обмеры. Мы встречаемся с клиентом на объекте, я провожу обмеры, фотофиксацию. После этого мы проводим интервью, это большое интервью, например, на 3-4 часа. Я расспрашиваю у клиента все-все-все об их особенностях, увлечениях, о формате, о семье, о том, как они проводят вместе, дома, как они готовят. И по результату обмеров и интервью я составляю техническое задание, в котором, собственно, добавлены референции, которые присылал клиент, цветовые предпочтения и результаты всего нашего большого интервью и обмеров. После того, как техническое задание согласовано, мы приступаем ко второму этапу. Второй этап – это планировочное решение, эскизирование 3D-визуализации от центральной зоны, центральной зоны – это обычно кухня, кухня-гостиная, что выберет клиент. Когда поняли, что контакт полностью достигнут, мы понимаем друг друга, мы переходим к третьему этапу – это эскизирование 3D-визуализация всех основных зон. Это также очень-очень интересный, но по времени самый трудозатратный этап. Мы разбираем каждую комнату по цветам, по фактурам, по мебели. После согласования каждой комнаты приступаем к четвертому этапу – это этап рабочей документации. На этапе рабочей документации создаются все чертежи. В результате формируется альбом дизайн-проекта. Собственно, его я и хочу показать. Это последний проект, который был сделан с клиентом. Расскажу про него. Собственно, вначале мы фиксируем общие сведения об объекте, все предпочтения клиента, что он хотел. И на следующих страницах мы смотрим непосредственно визуализацию и важное описание по каждой комнате. В данном случае мы видим картиночки, как у нас выглядит кухня. В том числе для строителей здесь отмечены важные моменты. Это делается для того, что если клиент решает, что он хочет продолжить реализацию объекта без авторского надзора, чтобы и у него, и у строителей была информация подробная, о различных тонкостях, которые мы обсудили, которые мы обговорили, которые всем нужно знать и помнить, чтобы ни о чем не забыть. Собственно, здесь все это фиксируется. Я делаю 3D-визуализации не только в дневном освещении, также я показываю клиенту, как будет выглядеть та или иная комната в вечернем освещении. На мой взгляд, это тоже очень важный этап, чтобы клиент понимал, действительно ли достаточно света, недостаточно. Такой важный этап света дизайна. Некоторые моменты можно очень выигрышно подсветить, и какие-то решения станут принципиально очень интересны. Клиенту они очень сильно понравятся, и это играет всегда важную роль в моем дизайн-проекте. Я всегда этому уделяю особое внимание, и пока мои клиенты всегда очень рады получать и такие картинки. Была кухня. Здесь у нас гостиная. Эти зоны разделены. Данная квартира была не очень крупная, порядка 75 квадратных метров. Также разгуляться было нельзя, так как все практически стены были несущие, и мы, в принципе, оставляли все на своих местах и организовывали в гостиной. У нас должно было быть... Если кухня у нас была местом для сбора гостей, то гостиная – это, по сути, место отдыха для родителей. Это была, кстати, семья, не рассказала. Это семья с двумя маленькими детьми, два мальчика, близнеца. Потом покажу детскую, которая у нас для них получилась. Папа у них моряк. Очень интересная, колоритная семья, на мой взгляд. Для них вот создавали в гостиной пространство. Собственно, супруге очень хотелось, чтобы это была такая легкая классика. Мы ее обыгрывали больше мебелью, и вот у нас двери такие получились. Немножко даже в английском стиле. Очень хотели, чтобы был камин, растения, уютный диван. На текущий момент у них есть бар «Глобус», который подарили ее супругу, коллеги. И было важно также его вписать в интерьер. Так что он у нас удачно вписался, разместился. В принципе, если что-то нужно привносить из прошлого жилья, это тоже не проблема. Это все можно обсудить, разместить, и чтобы это смотрелось достаточно гармонично. По гостиной здесь также все в вечернем освещении, как дополнение. Это совершенно не обязательно для создания будущего дизайна, но, мне кажется, такое дополнение создает приятное ощущение в целом от всего проекта и обсуждения. Далее детская, про которую я говорила. Нам было важно сделать... Супруга очень хотела, чтобы была морская тематика. У нас сначала в референциях вообще была детская с палубой. Ну, то есть там было прям все море-море-море. Супруг же, наоборот, хотел дома отдыхать от морской темы. Поэтому мы уже под финал проекта, мы сошлись на мнение, что в детской мы все-таки, да, мы используем какие-то элементы морские, но в первую очередь мы делаем просто гармоничное и комфортное пространство для детей. Важным этапом было создание спальных мест на первом уровне. Вот эта вот часть. Я не хотела рассматривать вариант, когда дети спят друг над другом. То есть у каждого должно было быть свое помещение на первом этаже, скажем так, их детской. А на втором этаже обязательно должна была размещаться зона для игр, для отдыха. И также было очень важно, в семью приезжают гости, гости с детьми. И нужно было как-то разместить еще дополнительные спальные места для детей, друзей. И, собственно, вот этот верхний ярус, он у нас также туда можно положить небольшой тоненький матрасик, и там также можно разместить двух детей. То есть, по сути, это такие же спальные места, только сверху. Обычно это игровая зона, но при необходимости там могут спать дети. На шкафу мы используем специальные такие резные ручки в виде штурвалов. Мне показалось, что это решение... В целом, если посмотреть, у нас нету ярких и кричащих моментов, которые нам говорят на морской тематике, но я постаралась какими-то небольшими декоративными элементами вернуть нас к морю. Но в целом, если в будущем это будет неактуально, весь этот декор можно убрать и добавить какую-то другую тему, и комната, в принципе, может заиграть новыми красками. Также это в вечернем освещении. Получилось очень уютно. Я в своем инстаграме получила какое-то невероятное количество лайков за эту работу. Но, если честно, сама была в диком восторге. Обычные этапы работы я делаю эскиз и потом 3D-визуализацию. Это происходит эскиз в черно-белом виде. Это делается для того, чтобы клиент посмотрел, какие формы, какие высоты, какие предметы, нравится ли ему по загрузке помещение. А после этого уже происходит визуализация. Эскиз сделать гораздо быстрее, отрендерить на это, может быть, меньше часа. А 3D-визуализация со всеми цветами, фактурами, она может занимать до 4-х, иногда и 5-ти часов, если очень сильно нагруженное пространство. Для того, чтобы работа происходила быстрее, делается сначала эскизирование, а потом уже все раскрашивается. В этой детской я не смогла устоять. Я делала сразу 3D-визуализацию. Мне ушло на создание всех картинок около суток рендеринга. Но по факту я была в диком восторге. Отправила клиенту в ночи, потому что вдохновение меня переполняло. Отправила работу. Клиентка тоже была в диком восторге. Мы не поменяли вообще ничего. Они все были очень счастливы. Мы попали точно в цель. Я вообще очень сильно на самом деле люблю делать детские. У меня каждый раз это какая-то невероятная эйфория. Создавать пространство для ребенка, для разных детей разных возрастов. Для меня это невероятное вдохновение. Также спальня. Спальня у нас получилась довольно лаконичная, гармоничная. Она не сильно широкая. То есть она около 3 метров, даже чуть меньше. И там не удавалось разместить в стандартном расположении 2-метровый шкаф. Именно поэтому мы разместили шкафы в изголовье. Таким образом мы смогли получить 2 отдельных метровых шкафа. Нормальное хранение. У каждого получил свое. У супруга, у жены. Место, где они могут разместить свои вещи. На самом деле на практике это очень удобно. Когда у каждого свой шкаф. Они все в перемешку. Здесь также вечернее освещение. Мы использовали подвесы, приглушенные. Тут можно организовать и приглушенное освещение. И освещение в изголовье. Место для отдыха и отдыха в том числе детей. Проведение времени друг с другом для молодой семейной пары. Далее у нас здесь было разделение санузлов. Они раздельные. То есть в одном у нас ванна, в другом отдельно уже стоит унитаз. Скажем так. Они у нас пересекаются в стиле. Нам тут было важно использовать дерево цвета орех. И все остальное оставлять такое достаточно светлое, лаконичное. Дерево мы используем в отделке мебели. Это вот как раз санузел второй. У нас здесь также есть раковина. И здесь эту нишу мы закрыли деревянными панелями. Здесь расположены шкафчики, где можно, во-первых, получить доступ к трубам, к счетчикам. Ну и также что-то хранить. Они получаются достаточно глубокие у нас. Следующее. Это у нас прихожая. Изначально я предлагала более темные цвета, но с клиенткой решили, что все-таки делаем полегче, посветлее. Вообще я считаю, что в работе над дизайн-проектом очень важно сотрудничество между клиентом и дизайнером. Потому что именно в этом случае получается очень красивый и качественный результат, который будет нравиться и не только клиенту, но и дизайнеру. И поэтому взаимопонимание важно в нашей работе. Дизайн-проект заканчивается чертежами. Здесь и планировочное решение, и план сносимых перегородок, возводимых, план электрики, план пола, потолков. Ну и здесь, в принципе, достаточно все стандартное. Я не буду на этом заострять внимание. Подробнее об этом можно будет у меня узнать при личной встрече, посмотреть альбомы. Я для себя решила из практики, что я буду создавать два альбома. Один альбом дизайн-проекта в формате А4 будет непосредственно у заказчика, с которым он сможет удобно ходить по магазинам, если он не заказывает у меня комплектацию, чтобы не таскать ему огромный А3 формат. А уже для строителей, когда нужно внимательно смотреть чертежи, чтобы все было очень крупным планом, я создаю дополнительно альбом А3. Тут уже удобные листы, на которых можно писать, что-то помечать. Но также есть все картинки, все описания, все отметки, все-все-все самое важное. Передаю клиенту два альбома. Один альбом для строителей, другой альбом для заказчика, чтобы он был у него, мог показать друзьям, родственникам и потом сравнить с результатом, который получился. Помимо самого дизайн-проекта, который я только что рассказала, я также предоставляю услуги авторского надзора и комплектации. Собственно, с этими услугами можно полученные картинки реализовать в жизни. Поэтому, если вам нравятся мои работы, вам хочется со мной сотрудничать, пишите. Мои контакты будут в описании. И до встречи. Будем создавать идеальное пространство для вас. Продолжение следует...